Для кого не секрет, что «Гадкий Я-4» будет полон новых героев. Поздали список с подробностями о 8 новых персонажах франшизы, а также сведения о их ролях и происхождении в фильме «Шесть миллионов» и «Семья Грю». Оставайтесь с нами до конца видео. Крупнейшим сюрпризом в «Гадкий Я» является рыжеволосый подросток Поппи. Мэм о Поппи. Она подросток из Ги... Мэй Флау, большой поклонник Грю. Вполне возможно, она живет с Грю, возможно, в квартире. Это часто встречается в небольших помещениях. Ее злодейский стиль одежды, например, буква «П» на груди и поясе. Она, вероятно, учится в Академии суперзлодеев. Заметно поразительное сходство девушки и Грю. Особенно носы, тонкие и довольно длинные. Это указывает на возможность родства между ними. Может приняться или дочь, о которых Грю не знал. Еле это так, Грю имел больше подружек. Максим Лемин – будущий главный злодей фильма «Грю». Одна вражда между ними. Максим ценит модные коды, его изысканное зеленое пальто с золотыми деталями. Уже не говоря о его золотом галстуке и суперстильных очках. Можно предположить связь с тараканами, его суперробот – гигантский таракан. Есть две теории о Максиме. Интересно, но происхождение неизвестно. Магн и Грю вместе учились в Академии для начинающих суперзлодеев и соперничали. Грю ответственен за заключение Максима, работая на Лигу Азлодеев, что разозлило Максима. Вторая теория гласит, что Максим может быть сыном доктора Нефарио. У обоих очки с закругленными линзами с оттенком зеленовато-синега. Граф лемея на Грю за то, что его отец уделял Грю больше внимания, чем своему сыну. Мальчик, выросший в суперзлодея-изобретателя, как михтаракана, испытал бы много негодования. Какие у вас предположения о новом злодея фильма? А в те комментарии ниже, чтобы мы знали. Если вы не подписались, нажмите кнопку подписки. Валентина Максим не одна. У него есть девушка Валентина, она тесно связана с модой. Представляем, что она может быть француженкой. Она носит розовую одежду и большие очки с белой оправой, которые очень выделяются. Более того, у нее изящные белые перчатки и стройный подбородок, а также яркую красную помаду. Она, кажется, очень заботится о своем внешнем виде. Если бы я догадалась, то сказала, что все ее суперпредметы связаны с этим, как лазерная помада, взрывное мини-зеркало для макияжа и так далее. Она, наверное, помогла Максиму сбежать из тюрьмы, пользуясь гигантским механическим тараканом. Они были встречаться с того времени, как учились в Академии Суперзлодеев, что говорит о их близости на протяжении многих лет. Она, сомнение, станет главной соперницей Люси в фильме, и мы увидим их столкновение ближе к концу. Хотелось бы посмотреть на эту битву. И ты, Грю-младший. Грю-младший, безусловно, самый милый новый персонаж. Видно, что он похож на мини-грю, но с рыжими волосами, как у матери. Но его маленький длинный нос, как у отца, и лицо недовольное, особенно, когда он рядом с отцом. Мы видим, что он в одежде, похожей на Грю, серый шарф с темными полосками. Детская одежда серого цвета создает все больше сходств с отцом. Вдобавок, когда он вполне управляет Ханни Бэджер, мы видим, что у него есть врожденные способности, чтобы справиться с опасностью, которые, вероятно, сделают его великим суперзлодеем, если он пойдет по стопам отца или агентам, борющимся с суперзлодеями, если он унаследует призвание матери. Факт в том, что он будет сопровождать Грю и Миньонов в суперсекретной миссии, что указывает на то, что, вероятно, Люси и девочек похитили, и так как у Грю-младшего не было никого, с кем остаться, Грю приходится брать его и Миньонов в миссию по вторжению в Академию для будущих суперзлодеев. На самом деле, следующий новый персонаж, о котором мы будем говорить, честно связан с этим. Помните ту женщину, которая передвигается в турбонадутом инвалидном кресле? Узнали за столом в комнате Академии суперзлодеев, что ее зовут Директор Увошлихт. Это означает, что это имя европейского происхождения. Директор Увошлихт — это большая шишка. Мы можем сказать, что она немного самовлюбленная, видя на ее столе небольшую статую своей головы, показывающую, что у нее некоторые диктаторские веяния. Мы замечаем о ней два интересных факта. Она — фанатка Дракулы, возможно, связана с графом Трансильвании, у нее старая фамилия. Мы это говорим, потому что у нее гроб вместо кровати в стиле вампиров. Она любит медоедов. Над гробом висит большая картина медоеда. Она любит розовый цвет. Можно судить по ее покрывалу, креслу в углу комнаты и деталям люстры у окна. А можно сказать точно, она довольно страшная и, должно быть, мучила всех учеников. Кайт Гру был ее учеником или сейчас это Поппи. Было интересно видеть, какой она была, когда Гру был подростком. Ход Поппи. Теперь обсудим домашних любимцев из фильма. В конце концов, кто не любит питомцев? Правда? До сих пор единственными питомцами в фильмах франшизы были Кайл, собака-пиранья Грю и козел-единорог Агнес. Теперь в Гадком Я-4 котенок Поппи присоединится к этой группе. Неизвестно его имя, но мы знаем, что кот компанейский и хорошо танцует. Как и любая нормальная кошка, он, скорее всего, предпочитает оставаться дома и избегает приключений. Поэтому его нет рядом с Поппи, когда она с Грю нападает на Академию Злодеев. Кот очень млый и, когда я увидел его в трейлере, хотелось погладить его. Жил он только в кино. Никто не знает его имя, но я думаю, что должен называть его Пижон. Имя, подходящее под образ. Считайте, что имя Пижон классное. Оставьте комментарий ниже с хэштегом Пижон. В противном случае предложите свое имя, которое, по вашему мнению, подойдет ему. Может, медоед, помимо кота Поппи, есть новый питомец. Медоед – талисман Академии Суперзлодеев. Этот животный силен и беспощаден. Как и в реальности, медоеды действительно являются агрессивными. Кажется, его любимая еда – мед. Грю-младший понял это и приручил зверя, где он стал послушным. Увидительно, как он будет общаться с Кайлом. Главное их видеть вместе. Грю – мальчишка. Что мы называем тайным персонажем? В конце концов, Грю переезжает в город Мэйфлауэр. В их фильмах Грю всегда есть два и более новых ярких персонажа. Как нам понятно, город Грю – это место для убежища, что создала лига антизлодеев. Может быть, поэтому Поппи живет там одна. Когда у Грю будет сосед-соперник, с которым он, возможно, сыграет в теннис, ведь мы видим, как они одеты в спортивные костюмы, один миньон даже дует в свисток теннисного матча. Индивит, если Грю будет сражаться новыми спортивными навыками со спецагентом антизлодейского агентства, пытающимся украсть сердце Люси. Лишь теория, но я верю, что это может произойти. Это все новые герои, которых мы изучили и представили вам в деталях. Фильмы «Гадкий я» становятся только лучше, а четвертый фильм обещает быть потрясающим. Мы подобрали для вас крутые видео, чтобы вы смотрели и наслаждались здесь, пока мы не можем ходить в кино, чтобы посмотреть миньонов, Грю и его семью. Выберите одно из двух видео и веселитесь. Спасибо и до встречи в следующий раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!